Здорово, как здесь? Здрасте. Все хорошо у нас. Все хорошо у вас? С каких мест? Севастополь. Севастополь, Крым. Что там, бомбят? Россия. Нет, Севастополь. Тут написано Украина. А, бомбят. А я вот шумитого. До тебя общался с украинцами, они говорят, а в Крыму все плохо, как Россия пришла, все плохо. Да слушайте, они же здесь никогда не были, о чем они могут говорить? Ну вы сами подумайте. Я предлагаю всем, приедьте, посмотрите. Если, конечно, денег хватит, чтобы сюда приехать, отдохнуть. Ну да, если доедут, их туда не выпустят. Или не впустят. Да нет, они после 2014 года точно так же ездили туристы все. Ради бога. По меня, кто ездил на море, тот и ездил на море. А кто орут, типа там, мы там все, там все плохо. Они больше на заработки в Европу ездят и все, больше никуда не могут. Потому что времени нет, чтобы отлетать куда-то ехать. Ну понятно. Поэтому и вытачиваться, все плохо. А я слышал это, такую информацию. На заработки тоже приехали, ребят с Украины. И ничего не поменялось. Ну понял. А я слышал такую информацию, когда референдум был, вот этот вот период, да? Угу. Все выходили и встречали, ну с флагами российскими, встречали российские войска. Правда или нет? Ну слушайте, российские войска здесь всегда были. У нас воинские части по всему Крыму, по всей территории. Ну да, эти аэродромы у них были. Ну да, это лодка, и пехоты, и пехоты, и ПВО, то есть тут все полностью. И тура, тут все, что хотите было. Ну да, это Черноморский флот. Ну да, назывался Черноморский флот, но по сути здесь такая была группировка сдерживания. Стратегически важное положение. Все равно. Ну да. Ну да, ну встречали российские войска с флагами, типа? Ну настройки здесь были, потому что вот дурдома, но они скакали там, они наскакали вот на Майдане, что? Мы тоже решили поскакать и ускакали в Россию. Они, они, они обижаются на нас. Ну там свой Майдан, у нас свой Майдан, говорят. Понятно. Так что все справедливо. Ну да. Они же там все устроили. Говорят, вас Россия оккупировала. Я говорю, слушайте, мы сами себя оккупировали и присоединили к себе Россию. А вы куда там, в чем присоединили? Вы вообще все правы только, блин, своим скаканием. Европу, вон, хотят. Они пустили... Первая Британия ушла. Первая Британия. Что это? Ну, в смысле, ихними руками воюют с Россией. Ну это так, конечно, понятно. Просто, напросто, они... Противостояние-то... Инструменты все. Расходный материал. Советский Союз. Как Советский Союз же... Противостояние было с Америкой, так и осталось, ничего не поменялось. Страну, конечно, смогли развалить, а так вот. И настроить еще людей в других странах. Вот, да. Ну, они там, это... Присоединили к этой... Крадик своей... Марионеточное правительство, там. Все марионетки сидят. Ну, конечно, там проекты-то же Коломойского капитала все за границей. Просто Порошенко, вот непонятно, почему он еще на самом деле... Хотя, его же уличили в этих махинациях с этим. Ну, вот говорят, у них нет коррупции, там. Он же этот Донецкий уголь продавал им под видом африканского. Ну, да, да. Я слышал, что ты говоришь. Ну, да. Ну, это так и было. И сами тоже так дал. Они как мутили, так и мутят. А украинцы думают, что они патриоты и за Украину. Они не за Украину, они за свой кошелек. Ну, кто у руля, тут и бабки получают, по сути. Так все. Просто там война кланов вечно за новую. То каждый приходит, начинает приватизировать все по новой. Ну, как думаешь, когда все это кончится? Ну, слушайте, все-таки прогнозируют, что осенью начнут все-таки репу чесать в Европе. Почему у них так происходит? Почему? Зависомерные, да? Почему у них жопы все больше и больше? Ну, это ж не Украина и не Россия виноваты в этом. А то есть, когда начнут сами проводить свою завидевую политику, вот тогда что-то там поменяется. А Украина, как бы, ну, что Украина там? Ну, ну... Свою политику они не смогут проводить. Это факт. Для этого есть много причин. Ну, по сути, видите, всю Европу практически включают вооружение, посылают туда, на Украину. Что это значит? Значит, американская промышленность начнет работать, чтобы опять вооружать натовские все страны. Ну, они не заработают, тоже зарабатывают деньги. Они же никогда на войне-то они всегда наживались. Да, правильно. Поэтому тут все понятно. Да, правильно. Тут ничего не делаешь. А им объяснять что-то, они там все какой-то, блин, типа Бандера. Я говорю, слушайте, ну Бандера, он Львовский погром, посмотрите, что евреев убивали ваши. Да, он даже и на, по-моему, не был на территории Украины. Нет, ну Бандеровцы, просто движение, как бы идеология была. То есть, евреев, поляков, русских, все. Коммунисты. Это основная идеология. Все. Ну, основная идеология. Без разницы. Они по принципу уже, они же свои, точно так же, как коммунисты, который вот, например, работал в колхозе человек, вот после там, там же в 20-м году они начали двигаться, вот, пробегать. Вот, работал в колхозе человек, допустим. Ночью пришли, полсела вывезли, кто работал в колхозе, на советскую власть. Ну, а что ему плохо, ему детей кормить надо, ему где-то работать, что-то нужно делать. А его на ножи за это. Ну, нормальный, воевого конца. Который по-русски-то два слова связать ему. Все ли там, как он дожил, блин. Идиоты. Они сейчас открещиваются от Донбасса, говорят, мы не бомбили Донбасс, не расстреливали, ничего там не было, ни концлагерей, ни убийств, ничего. Да, конечно, все там было, просто они вон... Сейчас тоже надо России говорить, что это они сами себя помпят, там эти ракеты украли у нас. Вот, знаете, у нас генералы продажные, продали им ракеты, они сами на себя их запускают. На такую же, не как Соединенные Штаты. Может, будут верить тогда. Может, туда поверят, может, как-то будет в Европе думать начнут. Украли ракеты из России, сами пускают все делать. Как там, кондиционер в Луганске взорвался, там они же говорили, что кондиционер взорвался. Они это долбанули по этому, по зданию, по административному зданию. Да, самолет там же, когда там упадали, в самом начале там еще. Да. Ну вот, ладно, добра вам, здоровья. Тебе тоже, давай, удачи.